Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо, с вами Радайкин Максим. Я Борис Марсенкевич, всем добрый день. Великобритания может остаться без газа этой зимой. Убытки центрика от хранилища Роуф угрожают зимним газовым запасам Великобритании. Компания рассматривают извлечение газа вместо накопления. Борис Александрович, а где спасительные американские СПГ, и как так Великобритания, родина спотовой торговли осталась без газа? Ну, давайте по порядку, нам торопиться-то вроде некуда. Местоорождение РАФ, это действительно родина спотового газа, все начиналось там, но по разным причинам там же и закончилось, ну, по крайней мере, для РАФ. Это бывшее месторождение, собственно говоря, на дне Северного моря, глубина порядка 900 метров под морским дном, достаточно такое, большое по площади, после того, как оно было выработано, его стали использовать именно как в 85-м году. Его перепрофилировали под подземные хранилища газа. Активный объем 3,3 миллиарда кубометров, по крайней мере, таковы данные компании-оператора Центрик Асторейдж. Она занималась модернизацией бывшего месторождения, она и управляет в качестве оператора, и является собственником. Почему спотовая торговля началась оттуда? Ну, так исторически сложилось. Достаточно много небольших газовых месторождений в Северном море, было удобно не тянуть каждому компанию, которая газ добывала, на островную часть, сливали, грубо говоря, вот в это подземное хранилище газа, и оттуда уже более серьезным газопроводом переправляли на остров. Как возникла спотовая торговля? Ну, если в двух словах, то в летнее время стоимость газа ниже, значит, если я его летом куплю, то мне его сохранят в том или ином хранилище, зимой я его продам подороже. Если арендная стоимость и летняя стоимость позволяют получать приличную маржу, то это хороший бизнес. Если по той или иной причине тот объем, который я летом закачал, зимой я не смог продать, у меня возникает вопрос. Оставить его хранить дальше, оплатив аренду, или продать его по любой цене, рассчитывая, что за следующую пару летние низкие цены, зимние высокие цены я заработаю больше. Время от времени действительно продавали по бросовой цене, потому что если рассчитывали на серьезное снижение цены летом, если была высокая арендная оплата, это было выгодно. Но судьба у РАФ достаточно драматично сложилась, обнаружилось, что идет утечка газа, природный газ стал поступать в море, поскольку площадь у него большая, поскольку и глубина большая, 900 метров под морским дном, в поиске, где именно идет утечка, потом в поиске решения, как эту утечку прекратить. В 2017 году его просто законсервировали. Расконсервировали его в 2022 году. В 2021 году начался энергетический кризис, резко выросла стоимость газа и так далее, и так далее. Ну вот реанимировали. Теперь возникает вопрос, что с ним дальше делать. Использовать полуаварийное или глушить, но на операцию по полной консервации, чтобы вообще как можно меньше газа оттуда все остатки выкачать, попытаться в порядке 300 миллионов фунтов стерлингов. Дорого, как из этой петли будет выходить компания Цинтика, сказать сложно. Тактика прохождения отопительного сезона, ну порядка 40 процентов того газа, который Англия необходим, поступает под трубопроводом из Норвегии. С этим проблем нет, хранить вовсе не обязательно, можно договориться о том, чтобы поступало в том объеме, который необходим в данной конкретной временной промежутке. Ну и кроме того, Цинтика была одной из тех компаний, которая первой начала строить регистрационные терминалы. И сейчас суммарная годовая мощность трех терминалов, ну по крайней мере основных, составляет 50 миллиардов кубометров газа в год. То есть вот такой объем СПГ можно принять, ну я им назвал сейчас 50 миллиардов кубометров, это уже регистрационное состояние. То есть что-то порядка там 30 миллионов тонн. Основные терминалы Драгон в Уэльсе, это 10 миллиардов кубометров в год. Еще один тоже в Уэльсе, Южный Хук, не помню как это по-английски звучит, 21 миллиард кубометров в год, и Ice Love Grain еще 19 миллиардов кубометров в год. То есть в принципе этого хватает, если договориться о том, что поставки СПГ, то есть приход танкеров будет идти равномерно по мере необходимости. Понятно, что в случае каких-то колебаний климатических, там резкого падения температуры или еще чего-то, приходится не очень сладко, но небольшие подземные хранилища есть на основной части Англии, и вроде бы как перебивались с воды на хлеб, пока замечаний по поводу прохождения отопительного сезона не поступало. Если не будет каких-то погодных аномалий, то я думаю, что совершенно спокойно пройдут и предстоящий отопительный сезон, тем более, что действительно, как Максим, вы верно заметили, промышленный спрос понемножечку снижается. Так что ничего выдающегося нет. В качестве дополнительной страховки и дополнительного источника заработка имеется газопровод, соединяющий Англию с Бельгией, BBL, не знаю, как он там, аббревиатура расшифровывается, но есть вот такое. Годовая транзитная мощность до 10 миллиардов кубометров газа в год, то есть, в принципе, теоретически, даже в том случае, если не поступает СПГ, можно пытаться договариваться с владельцами газа европейскими. Я считаю, что Англия и Евросоюз – это два разных понятия, где-то можно в Европе еще найти на случай какого-нибудь погодного кризиса или еще какой-то аномалии. Так что поводов сильно переживать за Британию, которая все еще пытается называть себя словом Великобритания, не приходится. Пусть с натяжечкой, но пройти можно, тем более, что в качестве подстраховки есть, конечно, еще и электрические кабеля. Если газ используется для производства электрической энергии, то и здесь страховка есть, два кабеля соединяют с Францией. Франция, энергосистема, как вы помните, не сильно зависит от всевозможного газа и прочего, поскольку порядка 70% вырабатывают все погодные атомные электростанции. И, мало того, одно из таких инженерных чудес света за последнее время – это крайне протяженный энергетический кабель до Норвегии. Так что здесь тоже перестрахованы, поводов волноваться не наблюдается. Предлагаю не переживать за Британию, будь она великая, будь она маленькая, точно перезимует. То в отношении других аспектов энергетики, у Великобритании есть даже своя АЭС, но у них там вроде как и строить их собирают за какие-то космические деньги. Ну, атомные электростанции в Англии были, никуда не делись. Если первая атомная электростанция – это город Обнинск, Союз Советских Социалистических Республик, то вторая атомная станция номер 2 – это как раз Великобритания с опережением своих заокеанских кузенов. Оригинальная конструкция – газоохлаждаемые реакторы. Наверное, достаточно иронично звучит, что охлаждались они углекислым газом, которым сейчас всех пугают, напугать никак не могут. Не самая удачная была конструкция, и аварии случались, и с охлаждением не все получалось, поэтому даже после того, как реакторы «Магдекс» были модернизированы, тем не менее, было принято решение, что дальше развивать эту ветвь реакторов не будут. И возникла та самая атомная пауза, которая, на самом деле, очень тяжело сказывается и на французском реакторостроении, и на американском реакторостроении, но если во Франции и США хотя бы попытки есть выйти из этой ситуации, то Англия сложила ручки еще в нулевые годы. При Блэре было принято решение о том, чтобы строить будут иностранные компании-вендоры. Несколько площадок были распределены между Вестингхаусс, ЭДФ и так далее. Там и General Electric претендовал на строительство и многое другое. Но и финансовая ситуация в Великобритании тяжелая сложилась тоже на сегодня. Строительство атомной электростанции Hinkley Point C – это третья очередь, атомная электростанция Hinkley Point. В Англии принято не по номерам, а по буквам алфавита. Ведется без оплаты со страны Великобритании. Есть договоренность о том, какой будет стоимость генерируемой электроэнергии. И не более того, да, она достаточно высокая, поэтому, собственно говоря, французская компания и пошла на это. Тем более, что для ЭДФ территория Великобритании отнюдь не не некая терра инкогнитора. Действующие атомные электростанции, еще не закрытые за своей старостью, все принадлежат компании ЭДФ. Более чем знакомо это все. Изначально договор был не с компанией ЭДФ, с компанией Арева, которая оказалась в предбанкротном состоянии после весьма серьезных бюджетных вливаний, прошла реорганизация. Сейчас это уже строгая компания ЭДФ. Тоже такие французские парадоксы. Соответственно, у Франции денег тоже не было. Компания ЭДФ получила свое распоряжение целых три площадки. Понятно было, что финансы в таком объеме найти невозможно, поэтому появились китайские партнеры. Что касается реакторов поколения 3+, от французских реакторостроителей, ЭПР-1600, то они первыми начали, впервые они начали работать именно на территории Китая, там все проскочило очень быстро, опоздание по срокам всего два раза, превышение сметы тоже всего два раза. Я думаю, что если мужчины смотрят на то, как ловко получилось все в Китае, завидуют. Потому что в Финляндии получилась в 3,5 раза задержка по срокам и в 4 раза превышение по смете. Не секрет, что вот такой успех в Китае был в основном за счет усилий китайских энергомашиностроителей. То есть опыт совместной работы был, было предложение в адрес китайских партнеров, не хотите ли вы профинансировать. Китайцы ответили да, но при условии, что они будут участвовать в строительстве и на двух других площадках, при этом третья площадка должна была быть отдано под китайские реакторы. Дракон-1, он же Хуалон-Хван, он же, ну и так далее. ХПР-1000, названия много. Закончилось это ничем по причине всевозможных политических интриг. Доинтриговались до того, что Хуалон-Х-1 не смог пройти лицензирование в Великобритании. Там достаточно серьезная процедура, если в обычных случаях в два этапа. Сначала сама технология и вторая лицензия на технологию с привязкой к конкретной площадке. Площадка в обязательном порядке, потому что должна учитывать качество грунта, сейсмоопасность и так далее. В Великобритании таких этапов три. Первые два китайские атомщики пройти смогли, на третьем наступили какие-то вот эти политические интриги и ушли ни с чем. Соответственно, соглашение с ЭДФ на этом и было прервано. Если нет возможности третью площадку отдать под китайские реакторы, то извините. Всем всего доброго. Вот приблизительно такое состояние. ЭДФ Хинк и Пойнт Си строят. Каждый год называются новые сроки, когда это закончится. Каждый год называются новые суммы, во сколько это обойдется. Каждый год идут поиски продолжения финансирования. Там не скучно, там все достаточно романтично. Вот такая обстановка в Великобритании. Единственная компания, которая действительно способна строить атомные реакторы, это компания Rolls-Royce. Сейчас на лицензирование отдан проект реактора малой мощности. Может быть, у них что-то получится. Но с учетом того, сколько времени занимает процедура лицензирования, такого пристального внимания это не требует. Когда получится, тогда получится. Тогда и обсудим новые английские перспективы. Так что вот такой эволюционный путь в Англии, от одного из самых передовых государств в части атомной энергетики, до полного заката, на мой взгляд. Борис Александрович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш телеграмм «Геоэнергетика.Инфо». Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках, без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже помощь нашему проекту. Всем всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова